добрый вечер пятница традиционно в прямом эфире полярное мнение в регионе могут разрешить продажу крепкого алкоголя до позднего вечера не с 11 утра и до 20 как сейчас а с 8 до 23 часов вот с такой инициативой к законодателям вышла группа местных предпринимателей авторы идеи объясняют сдвиг временных рамок продажи горячительного поможет снизить количество суррогатного алкоголя и продаж из-под полы по ночам ну а также эта мера принесет в окружной бюджет дополнительные доходы депутаты свою очередь считают что внесение изменений в региональный закон возможен возможно лишь после широкого обсуждения с населением ну народ должен высказать свое мнение это действительно нужная мера за несколько дней до эфира на своей официальной страничке вконтакте мы устроили соцопрос участие в нем приняли почти 200 человек было оставлено и много комментариев результаты голосования и мнения людей мы озвучим позже а вот что интересно ну вот казалось бы инициатива продлить время продажи крепкого алкоголя принадлежит предпринимателям но ни один из них кто выходил на депутатов не согласился прийти в студию чтобы отстоять свою точку зрения странно как то ведь нужно то это им впрочем ладно ну а в гостях у меня сегодня естественно законотворец это опытный александр лутовинов конечно же страж порядка это сергей пешков начальник отделения организации охраны общественного порядка мэд россии по ненецкому округу ну и татьяна опоздеева жительница нынмара это моя коллега у неё на эту тему свое мнение особое выразить его можете вы прямой телефон прямого эфира 2 11 45 и так мы начинаем полярное мнение уважаем гости здравствуйте добрый добрый александр ильич сразу вопрос наверное к вам вот можно рассказать подробности того выхода предпринимателей к собранию депутатов что они вообще именно хотели ну если говорить коротко то суть вы основную уже изложил логил я правильно и наверное здесь еще раз повторять необходимости большую нет вы действительно и правильно сказали и другое что мы решили вот этот вопрос вывести на всеобщее обсуждение почему да потому что нам интересно прежде всего чтобы к этой проблеме мы скажем так обратились все вместе для того чтобы посчитать все плюсы и минусы вот сейчас вы проведете соцопрос мне очень интересно как проголосует мужчины и женщины а этого это даже не можем сказать так общее как а вот если будет такая выборка она тоже будет весьма интерес полезно и полезны поэтому надо взвесить все за и против аргумент у нас есть конечно мы об этом сегодня будем говорить но вот причиной повторяюсь вами изложено почему мы сегодня все вместе здесь и упрали говорите мы очень очень хотим и услышать мне наши предприниматели дополнительно если там таковые будут но там проголосовало примерно 200 человек как думаете это достаточно ли все-таки нужно настраивать более такой масштабный опрос я полагаю что продукт опрос можно было бы и продлить впервые ли предприниматели выходят с такой инициативой ну так и вода впервые но когда мы если вы помните в этой же студии год назад мы обсуждали джин тоники значит ягуар и все прочее что с этим связано тогда тоже были консультации в том числе и с предпринимательским сообществом потому что там тоже возникли проблемы мы понимаем здесь две два противоречия с одной стороны продажу никто не запрещает те же джин тоника скажем энергетиков в то же время они производятся на нашей территории и есть определение верховного суда но мы переходим на другую тему поэтому я еще раз говорю здесь затронуты как вы сказали в качестве аргументации и финансы и доходы то ли это суррогаты то ли это торговли из-под полы что действительно на самом деле плохо но вопрос заключается в том что надо все взвесить за и против для того чтобы принять правильное решение действительно сергей алексеевич а вот мне на глаза попался документ в котором было сказано что огромное количество преступлений совершает состояние алкогольного опьянения если такие изменения примут то скорее всего статистика пойдет вверх ну для начала хотелось бы рассказать что мы сейчас имеем имеем мы весьма нелицеприятную картину вот в принципе мы уже это неоднократно озвучивали что по уровню потребления алкоголя неинский округ заходит в десятку субъектов российской федерации в первом квартале текущего года мы к сожалению стали первыми в россии по динамике роста преступлений совершаемых состояние алкогольного опьянения ну и однозначно это мое личное мнение и как человека и как сотрудника полиции что увеличение времени продажи алкоголя она и дальнейшем потянет кривую преступность только вверх и нам будет сложнее работать александр ильич вот на ваш взгляд предпринимателя от этих вот изменений какой плюс выигрывает ну для них это доход дополнительный да очевиден конечно они получают дополнительные доходы когда они говорят о том что возможны дополнительные доходы бюджета ну здесь это мнение спорное всего того что многие предприниматели сидят на вмененке либо на упрощенной схеме налогообложения поэтому говорить о том что доходы бюджета значительно повысятся наверное не приходит а еще не заявляют что увеличить уменьшится количество так называемых продаж из-под полы да всем известно друг вокруг это тема уже заезженная но ведь мне кажется если даже разрешат продавать до 23 00 крепкий алкоголь то в дальнейшем все равно эта услуга не пропадет пользоваться как пользовались так и будут пользоваться чаще заказывают уже после 11 вот мне кажется это так я думаю так и будет потому что услуга друг вокруг услуга распространителей она так как было так и есть так и будет вот только потому что покупателям это выгодно потому что не приходится ему самому идти в магазин даже если будет в 12 часов ночи магазин работать продавать спиртное ну кто-то исходя из того что там лень из-за того что может быть престижно чтобы тебе это домой привезли вот он все равно закажет все равно будет доставка работать вот когда мы впервые новости пропустили у себя в эфире то тогда я вышел на небольшой опрос попросил примерно восемь человек 7 из них сказали что они не поддерживают инициативу предпринимателей и лишь один согласился сказав что лучше выпить водку чем пиво таня когда мы опрос сделали в контакте сразу же бурное обсуждение много комментариев что в основном люди писали какая у них была точка зрения в комментариях люди как раз разделились и там 50 на 50 примерно было мнение кто-то за и больше всего меня удивило то что нашлось очень много сторонников введения этого закона почему-то там вот развилась вот такая буря что они чем они вообще это обусловливали почему не за мы не самой это интересно я не увидел я там не прочитала ни одного внятного аргумента за то чтобы вводить этот закон и я собственно говоря пришла сюда на эту программу чтобы понять для себя услышать хоть один веский довод за то чтобы вводить этот закон но предприниматели не пришли к сожалению я же с ними разговаривал к телефону со всеми и они говорили что да действительно мы хотим потому что но сейчас они не видят смысла вот в этом законе когда продают всего лишь до 20 20 00 но почему-то прийти лично не захотели я не знаю почему на самом деле что к твоя точка зрения личная ты моя личная точка зрения я категорически против того чтобы сейчас вот слабинку вот такую давать в законе я за то чтобы вообще ужесточить еще с разных сторон продажи алкоголя вот то как сейчас продают сигареты мне лично это очень нравится я прихожу в магазин с детьми мне не нужно объяснять для чего нужны эти сигареты там еще потому что их не видно этого вопроса не существует а я прихожу в магазин тут детские соки продаются тут же бутылка водки стоит и соответствующее окружение и если это будет неприятно мне заходить в магазин лично и первым делом видите вот этот стеллаж с алкоголем я бы за то чтобы и алкоголь прикрыть и мне лично мне очень нравится опыт там ряда стран где запрещено появляться пьющим людям в обществе вот один из аргументов людей которые писали все спишут в соцсетях это личное употреблять или не употреблять алкоголь это мое личное право и мне решать и ограничения в законе они ограничивают мои гражданские свободы вот но я лично считаю что человек до употребить алкоголь это его личное дело но когда он появляется на обществе в обществе на людях в состоянии алкогольного опьянения это уже делаем каждого когда ну когда там в голом виде который сейчас видео да человек позволяет себе это вот как раз это та лишняя бутылочка которая появляется после 8 часов до 8 часов это трезвый трезвый выбор человека купить ему сегодня выпить или не купить после 8 начинается лишняя бутылочка подвиги вот многие люди так говорят к примеру прибегают в магазин в 20 часов 10 минут говорят ну извините но не успели заработались но нужно хотим там праздник какой-то и так далее вот это закон извините закон строк но он закон да значит нужно думать заранее об этом лучше конечно если извинили если я до 9 часов не успела купить лекарства вот вот я там могу хоть сколько стоять у аптеки я его уже не куплю и это никакая никакое это ограничение моей гражданской свободы это магазин работает до восьми это ну вот вот так и или там тоже молоко я не могу купить после 6 на риммарского молока потому что потому что его нет если я хочу там у меня вот горит хочу молока и покупаю я его покупаю в обед потому что я знаю что после 6 мне не купить это нормальный расчет и с алкоголем почему с алкоголем должно быть по-другому да уважаемые гости вот как вы считаете сейчас алкоголь продают с 11 утра крепкий предпринимателя предлагает с 8 утра к чему вот это приведет ну как думаете ну вот здесь ведь я не думаю что там к резкому повышение у всех версии на языке только одно что надо похмелиться наверно да 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 же действительно ну давайте прямо об этом скажем вопрос как вот можно сегодня стал свидетелем такого случая утром пошел в магазин 8 с небольшим не буду говорить какой магазин не буду говорить где именно и девушка продала этому человеку водку потому что ему было очень плохо она видела он говорит любушка ну продай пожалуйста ну плохо нужно похмелиться случай был а вот если бы обнаружили штраф же огромный за это вот опохмелка да это вот и все-таки то что сказал татьяна и совершенно правильно закон язык он должен быть для всех и не может быть никаких исключений если это закон потому что он объективен вот и все конечно могут быть такие мы же иногда порой судим не по сути не по закону по совести это у нас это наша российская нохау что есть сказать поэтому я не берусь судить правильно сделал продавец или нет кстати с законом однозначно неправильно ну да нарушение есть хотя мы знаем сейчас могут мне привести примеры когда человек человеку становится плохо и даже фатальные исходы когда у него нечем было похмелиться но сейчас будем говорить медицинскими категориями но тем не менее опять пьянство это общественно страшное явление именно общественное поэтому та формулировка когда я пью и это мое дело это действительно не совсем так потому что когда нам полиция приводит такие страшные цифры рост на 53 процента именно в состоянии алкогольного опьянения это по отношению наверное каким-то другим людям преступления совершены и мы в россии на первом месте по этому показателю но разве это не аргумент для того чтобы задуматься каким образом упорядочить торговлю вот мы все ездим на запад допустим отдыхать и т.д. и т.п. меня удивляет вот допустим американцы как говорят там они в пабах сидят и не вылазит оттуда но ведут себя при этом так что никого не трогаю у них это сидит очень глубоко в генах нам надо показать себя порой вот когда мы говорим о том удлинять сроки продаж или не или не удлинять их то в быту как происходит вот мы выпили захотелось немножко еще можно еще выпить понимаете или нет а может быть вот эти ограничения по времени они как раз тормозят вот эти вещи и женщины как правило здесь это я говорю про тех людей которые обычно не злоупотребляют очень сильно поэтому в этом плане ограничения могут играть свою положительную роль извините я вас перебью есть звонок у нас прямой эфир елена здравствуйте мы вас слушаем здравствуйте вот я хотела бы сразу в начале программы сказать я понимаю что в округе уже наверное все привыкли что после 20 не продаются но вот отношение понимаете тут мы скорее всего доходности предпринимателей о равных правах закону как вы все говорите закон есть закон почему говорят сейчас представители полиции что все равно закажут и привезут то есть друг вокруг как он существует так и не будет существовать тогда ребят давайте это пресекать чтобы были равны все и никто не имеет права продавать только 20 часов понимаете отношению сейчас тут все послушаю да говорят ну ладно значит после 20 часов как у нас существовало такси и друг вокруг значит все будут продавать но они они продолжат продавать в любом случае но тогда надо пресекать не при себя конечно очень сложно очень сложно конечно вот как вы говорите заполнить закон штрафа для предпринимателей до 500 тысяч а друг вокруг три тысячи это тоже извините меня где равенства то есть мы идем на поток мы кому-то запрещаем мы их наказываем все а кто-то он может спокойно приехать привезти еще в три дорога вот вот у кого доходность повышается и налоги он за это не платит елена скажите пожалуйста а вы сами так как вообще поддерживаете на силу предпринимателей или нет вы знаете вот мне кажется предприниматели обратились все таки вот из-за того что идет вот это неравенство им обидно просто они платят налоги они содержат работников а кто-то понимаете никто ничего не платит и на этом наживается вот в чем проблема проблема то есть она конечно но с одной стороны я думаю что на ренвале уже все привыкли после 20 нет значит нет спасибо мы вас поняли спасибо большое за звонок вы хотели что сказать я хотел сказать что вот лена сейчас говорит о той проблеме которая имеет место я напомню что телефон прямого эфира 2145 не забывайте звоните это правильно потому что мы сейчас действительно первую часть вопроса обсуждали да или нет по времени если говорить о том что у нас и случай происходит и к сожалению далеко не ведены не в единичном количестве когда люди вот торгуют таксисты это фактически узаконено это неправильно поэтому здесь конечно надо пресекать такие вещи и с проблемой надо бороться в целом не только вот частью и отрабатывать но и все остальные я насколько знаю и по статистике полиции у нас по-моему там они свыше 11 дел вы завели поэтому по так называемым нелегальным да точкам эта проблема также на селе она у нас каждый раз когда мы выезжаем на территории соответственно муниципальное образование нам все об этом говорят и нам в ответ трудно что возразить единственное сейчас наверно нам скажут о том что зафиксировать и заявление никто не пишет как правильно и для того чтобы дать этому делу ход и мы боролись с этими подпольными подпольщиками у нас это надо всем миром как говорится наваливаться на эту проблему просто полиция одна я тоже считаю что не справится каждый год на всех заслушиваниях которые идут по борьбе с алкоголизации населения по значит другим вещам которые в рамках там прав человека и т.д. и т.д. мы на всех международных комиссиях как правило эти вопросы ставим и упираемся в эти проблемы поэтому решив одну часть проблему мы должны решать и другую сергей истечко давайте сейчас всем поясним вот если ловят незаконного предпринимателя штраф небольшой еще раз давайте напомним кто все-таки может изменить штраф вот лена говорит нужно уже тащить наказание но сейчас ведь это нереально правильно уровень федеральный до уровень федеральный в настоящее время мы применяем нормы кодекса об институтных правонарушениях российской федерации перебью снова извините звонок да здравствуйте а слушаем вас да 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 здравствуйте здравствуйте представьтесь пожалуйста николай николай очень приятно слушаем вас я вас слушаю я недавно включил но это уже это все эти у нас надуманные проблемы продавать до восьми там после восьми самое главное это остается в качестве этой продукции потому что половина это самая половина продукции это подделка от этого люди травятся умирают отравляются и все идет деградация молодежь особенно это пиво привозят тоже продают в любое время дня и ночи купят но она опять некачественная продукция кто проверяет это за качество вот знаете был бы здесь предприниматель который к сожалению не пришли они бы ответили на ваш вопрос но мы к сожалению не можем правоохранительные и какие органы отвечают за качество проверяют кто не предприниматели проверяют кто-то контролировать должен ну значит плохо контролируют кто у нас там проверяет ну я могу отчитываться только за тот контроль который ведут органы внутренних дел да 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 мы отвечаем на ваш вопрос соответственно вот только в первом квартале сотрудниками органов внутренних дел было изъято крупная партия порядка трех с половиной тысячи литров не бутылок а именно литров да буквально позавчера мы получили заключение экспертов которые нам точно сказали что акцизные марки которые были использованы на этих бутылках они поддельные соответственно алкоголь является контрафактом работа по изъятию спиртного контрафактного незаконного она проводится постоянно в том числе мы наказываем и тех кто продает спиртное через друг вокруг и через таксистов вот только в первом квартале сейчас если мне не изменяет память порядка двадцати у нас дел об административных правонарушениях где мы таких людей задержали наказали изъяли у них продукцию но завтра они снова выходят на маршрут потому что к сожалению бывает так что у них там сбои какие-то определенные ну как правило да есть у нас определенный круг лиц которые занимаются этим постоянно да штрафы для них ну как говорят небольшие и зачастую та продукция которую мы у них изымаем она им наносит больше ущерб и как показывает практика те граждане которые продают спиртные напитки частные лица через такси через друг вокруг они покупают их в наших же здесь магазинах они днем приходят закупают этот ящик водки за ночь его распродают вот по поводу контрафактной продукции вот просто на все еще раз скажу что буквально вчера проводились у нас мероприятия вчера мы изъяли две тысячи литров спиртозатижащей продукции я просто хочу сказать что полиция она не дремлет она следит смотрит единственная проблема с которой мы сейчас сталкиваемся прошу прощения немножко обстановочку разрежу это нехватка места на складе где хранить у нас изъятые продукции скажите пожалуйста а у нас звонок есть сейчас еще буквально поговорим 20 секунд вот контрафактный алкоголь который вы изъяли куда он должен был пойти в магазины изъятый алкоголь который попался к нам так скажем мы не можем сейчас пока сказать куда он пойдет потому что в настоящее время экспертиза пришла мы собираем материал для того чтобы сбыть уголовное дело вот поэтому пока рано еще об этом рассказывать но все это ужасно конечно на самом деле так вера слушаем вас здравствуйте алло вера вера здравствуйте мы вас не слышим предпринимателей а вера здравствуйте можно заново вопрос я хочу пока ответить предыдущему звонившему да давайте по поводу проверки качества продукции а вы предприниматель да да я предприниматель а вы дождались да вы случайно не были в группе вы будете выяснять мою личность или вы услышите меня хорошо давайте мы вас послушаем значит каждая бутылка которую приобретает предприниматель сопровождается буквально четырьмя документами сертификат качества справка справка в которых указывается где произведена и через каких поставщиков она прошла удостоверение качества и декларации в которых в этих документах указаны акцизные марки милиция должна знать когда они приходят к нам с проверкой у них и налоговая инспекция у них есть специальный аппарат они проводят по акцизной марке и это сразу же выясняется продукция контрафактная или действительно с того завода откуда она вышла только что господин с милиции сказал что тысячи литров изъятого спиртного с поддельными акцизными марками почему во главу ставится вот предприниматели вышли с инициативой почему действительно вот Елена говорила мы находимся в неравных условиях с ресторанами с кафе простите меня с забегаловками которые всю ночь торгуют нелегально без газовых аппаратов просроченным пивом нас проверяют от и до если какая-то жалоба поступила в один из контролирующих органов к нам приходят по 5-7 человек органов проверяют нас Вера ну в таком случае выскажите свою не надо ставить во главу предпринимателей вышли с инициативой но это так и было если человек с восьми до одиннадцати купит три бутылки вина и выпьет будет он трезвее чем выпив 200 грамм коньяка за ужином нет но вы говорите что не надо ставить вопрос о том что вы вышли с инициативой а тогда кто вышел с инициативой да вы вышли с инициативой у меня тут в руках письмо официальное сделать упор на то что вот предприниматели хорошо тогда ваша соведущая говорила что население разделилось по опросу 50 на 50 не по опросу а в комментариях в комментариях опросы пока еще до результата не говорили в опросе и я считаю что это не решит проблемы скажите пожалуйста господин из милиции преступления совершаются у вас до 8 все преступления или после 11 у нас если делать анализ по совершенным преступлениям те которые совершаются в пьяном виде они как правило совершаются в позднее время ближе к 12 часам да и мы проводили анализ по преступлениям которые совершаются против личности это телесные повреждения к сожалению в этом году у нас был один факт убийства порядка пяти фактов причине тяжких телесных повреждений и они все были совершены в пьяном виде кроме этого если брать такие составы как угрозу убийством статья 119 рост произошел в три раза и они тоже все были совершены в нетрезвом состоянии Вера ну вы думаю услышали да? да я все услышал может быть пора время зачитать статистику что думают люди вообще по этому поводу давайте почитаю тогда вам сразу итак мы проводили в интернете опросы предлагали людям ответить на вопрос нужно ли в нашем регионе продлевать время продажи крепкого алкоголя ответила 190 человек поддержали инициативу 35 процентов не поддержали 64 64,7 вот такая статистика но люди к сожалению не поддерживают считают что не нужно увеличить время продажи это их мнение ну мало ли наверное голосов еще да? нужно все-таки более обширно ну вы сказали к сожалению не поддерживают вы поддерживаете нет я случайно сказал к сожалению да я не могу поддерживать ну конечно если продлится опрос и будет большее количество надо призвать наших наверное граждан всех и жителей округа все-таки помочь нам в решении этой проблемы видите дискуссия разворачивается есть различные точки зрения абсолютно поэтому никто не говорит о том что алкоголь надо искоренять что надо вводить сухой закон но в то же время я говорю это очень-очень серьезные проблемы большая она комплексная и поэтому здесь могут быть самые противоположные взгляды и надо конечно все равно нам стремиться к тому чтобы этот процесс урегулировать если у нас сегодня такое положение дел и проблема с алкоголизацией населения она кричащая а мы в десятку входим но это же правда значит здесь надо к этому вопросу относиться тоже по-особому если у нас наладится здесь работа будем тоже видоизменять здесь работу а то что и неравные условия мы все эти замечания принимаем к сведению их конечно надо здесь эту работу выравнивать и условия в том числе и еще раз говорю самое плохое наверное все таки в том что особенно это касается населенных отдаленных населенных пунктов все знают где проводится ночная торговля где торгуют вне магазинов и ведь никто ничего не говорит а мне сказали что есть вопрос да а а здравствуйте да здравствуйте слушаем вас можно представиться ну я вообще-то не слушаю телевизор сейчас смотрю депутат там все еще разговаривает а нет мы уже с вами разговариваем здравствуйте меня зовут александр слушаем вас у меня такой вопрос товарищу подполковнику вот он говорит что у него повышается преступность когда люди находятся в внутреннем состоянии вот умные люди обычно когда сидят выпивая дома они никуда не ходят нигде не шатается вот а преступления сажают кому не хватает как говорится догнаться они начинают искать где-то что-то и продавать и все это делать то что они не могут найти и купить где что как говорится алкоголь вот и не идут по этим взрослым точкам и покупают всякие ну извиняюсь всякие подделку после чего повышается вот смертность потом начинают они с ума сходить и так далее так прочее то есть это больше идет полицейским работа вот допустим если товарищ подполковник имеет право там прийти в магазин в лишнее время там то что у него знакомый есть и может взять то обыкновенному товарищу взять негде но это уже громко совсем сказано и начинают идти даже на тяжкие преступления спасибо а вы сами вот колледж есть возможность скажите пожалуйста поддерживаете не поддерживаете инициативу предпринимателей кто захочет как это поется пугачёва и вот там наверху если выпить захочу 100 рублей я уплачу он всегда себе найдет вот и второй вопрос вот правильно женщина сказала то что вот всяких забегалок продается алкоголь вот даже взять тоже империю там алкоголь продается по 1200 рублей сейчас новый ресторан открыли хачапури этот на Ленина тоже самое там продается в 5 раз дороже то что там паровское взять это считается слабо алкоголь но его продают за 1200 1500 рублей это куда все смотрят это какие цены надо повышать это сколько если у них деньги есть у них русских как говорится не будем проверять нации им все можно то что они готовы откупляться эти эти штрафы для них это наплевать они знают что они договорятся и откупятся то допустим нашего русского у него денег нет он всегда создал маленький кооператив так его решили налогами задать и всем остальным ему не дают развиваться почему-то это такая несправедливость спасибо мы вас поняли спасибо речь опять о несправедливости ну скажи речь опять о несправедливости в положении бизнесмена ну она и есть а мне вот очень интересно сколько у нас лет работал этот закон в округе Александр Ильич не помните сколько нас лет одариться уже вот ну примерно наследку года я честно реагирую мы его приняли ну года 3-4 назад да насколько это уже много года 3 он работает а есть какая-то статистика вот по по количеству преступлений вот эффективно насколько он эффективен вообще вот статистику готовить нужно да сейчас сложно будет статистику конечно надо смотреть за 5 лет Тогда раз, если законно-то отработать, чтобы посмотреть, как было до, чтобы посмотреть, как было после. Но по сравнению с прошлым годом, я пока заглядывал, прошлый год сравнивал с этим годом. В прошлом году каждое третье преступление совершалось в состоянии алкогольного опьянения. В этом году уже каждое второе. То есть примерно половина преступлений. Все чаще и чаще. У нас растет неуклонно число лиц, которые привлекаются к административной ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде. За год, раньше было примерно из года в год, примерно 2500 человек мы наказывали за это за год. В этом году мы идем примерно с плюсом, в районе плюс 20%. То есть на сегодняшний день уже 1100 где-то мы перешагнули. Пока растем. То есть я так понимаю, что закон не защищает граждан? Нет, понимаете, количество преступлений, по статистике, которое возросло, оно у нас происходит за счет выявления так называемых латентных преступлений, которые укрыты, которые раньше не заявлялись. То есть, ну не секрет, все мы знаем, что по-настоящему это преступление совершается намного больше, на порядок. А у нас регистрируется только то, что либо нам стало известно от потерпевших, либо мы сами. Давайте, да, примем звонок. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас хочу поблагодарить за сегодняшний разговор. Мы много и на разных площадках говорим о вреде алкоголя, да, и говорим о том, что у нас очень много незаконного оборота алкогольной продукции. Но дальше у нас вот разговоров не уходит, да. Вот представитель УВД сейчас говорил, что вот необходимо опять, чтобы подключались у нас самни жители. Ну вот сколько мы говорили об этом. Скажите, что же необходимо сделать на федеральном уровне для того, чтобы сотрудники УВД, ну хотя бы взять сельских населенных пунктов, да, у нас были раньше анистины, где же анищались? Для того, чтобы могли пресекать незаконный оборот алкогольной продукции. Мы за все время наказываем только тех, кто торгует законно, да, у кого есть лицензии, кого все время можно проверять. Вот абсолютно правильно сегодня ставит вопрос наших предпринимателей, что вот у них есть лицензия, они за это платят, их без конца проверяют, а те, кто торгует алкоголем незаконно, ничего сделать невозможно. Поэтому вот у меня еще раз вопрос сотрудников УВД. Скажите, что нужно сделать для того, чтобы на федеральном уровне было принято решение о том, чтобы наши сотрудники УВД, которые работают, или это участковые, или еще кто-то, чтобы могли и имели право пресекать вот эту алкогольную, незаконный оборот алкогольной продукции. Спасибо, поняли вас, Сергей Григорьевич. Ну, давайте сразу поставимся точки над «и». Я скажу, что одних и тех же предпринимателей постоянно ходить, проверять мы и не имеем права. Есть определенный план проведения проверок. И вот мы постоянно все ссылаются. Вот одних и тех же, те, которые владеют магазинами и так далее, что мы их уже замучили. Да не замучили. Это во-первых. Во-вторых, что должны мы сделать? Я просто расскажу, что мы сейчас делаем, и тогда будет людям... Да, у нас только слово, правда. Ну, вы говорите, да, давайте, или примем звонок пока что. Как скажете. Давайте примем звонок. Я, конечно, извиняюсь, опять Елена звонит. Я просто хочу немножко, понимаете, уточнить некорректность поставленной инициативы предпринимателей, что предприниматели хотят как бы споить их рот. Нет, вот именно я хочу еще раз донести, что предприниматели именно говорят о равенстве, что надо все-таки, чтобы были все в одинаковых условиях, а не о том, что предприниматели хотят заработать на этом, и чтобы люди больше пели. Этого не может быть вообще. Просто мы увидим, что творится. Нет, ну так же вопрос не стоит у нас на самом деле. Ну, действительно, надо быть более корректным. Когда началась программа, сказали, что вот предприниматели выступили с инициативой, то есть предприниматели хотят... Письмо написали предприниматели. Ну, письмо уже есть, конечно. Люди воспринимают. Это информационный повод, мы от этого отталкиваемся. Если бы не было письма, не была бы этой темы на самом деле. Не, ну, письмо, извините меня, тоже говорит о том, что надо действительно быть, что все должны быть в законе равны. Нет, здесь цели поставлены, что хотят добиться предприниматели, чего именно. И действительно, речь о спивании народа здесь не стоит вообще никак. Да, спасибо. Елена, давайте дадим ответить Сергею Алексеевичу, все-таки уже, поскольку пытается. Вопрос, я так понимаю, касался работы участковых на селе. Там, где далеко, там, где ему некому помочь. У нас сейчас осталось две минуты, давайте подробуем. Поэтому быстро. Быстро. Да. Ставят в пример Анискина. Ну, давайте посмотрим и все-таки, как это выразится, прошу прощения. Ничего страшного. Давайте все-таки по-честному скажем, что Анискин там был Анискиным. Почему? Потому что вся деревня была на его стороне, так скажем, за исключением некоторых там асоциальных элементов. В настоящее время у нас нет пока такого, и участковый, даже имея какую-то инициативу, он мало что может. Потому что даже наказать того продавца, который продает с дома спиртное, для этого нужна свидетельская база, для этого нужна помощь населения. В связи с этим вот сейчас мы продвигаем инициативу, чтобы у нас в каждом отдаленном населенном пункте было хотя бы два-три народных дружинника, которые бы действительно отвечали за эту работу и помогали нашему участковому. Тогда, я думаю, эта работа с мертвой точки сдвинется. Тогда будет эффект. Ну, я думаю, на вопрос вы ответили. Давайте небольшие итоги. Одна минута. Александр Ильич, вы сегодня вообще вот что для себя выяснили лично, как для депутата? Ну, как я и говорил, что эта проблема многосложная. И поэтому сейчас предприниматели активно звонят и правильно делают. И хорошо, что они доводят свою точку зрения. Это нормально. И то, что мы говорим о неравенстве, это вот еще один аргумент в пользу того, чтобы обратиться к этой проблеме и решать ее действительно всем и по всем направлениям, как говорится. Вот я так для себя, по крайней мере, подчеркну. И поэтому, когда мы будем с УВД в этом плане работать, я, кстати, участвовал в рейде не один раз, надо обратить на эту сторону внимание и действительно добиться каких-то положительных результатов. Что можно ждать сейчас предпринимателям насчет их письма? Здесь я забегать вперед не буду, потому что я могу выразить свое и частное мнение, и как мнение, как депутата. Но в то же время, вы сами знаете, у нас орган коллегиальный, у нас 19 человек, и поэтому решение принимается всеми вместе. Обсуждение я, разумеется, доложу, и мы примем решение в соответствующие сроки. Законопроект идет на первое чтение, он в работе находится. Поэтому какой будет итог, давайте пока говорить об этом. Ну, самое главное, что он будет, да? Ну, уж имеется. Все будем в очень большом ожидании. Мне вот еще хотелось бы сказать, что я, как представитель общественности, выяснила для себя, что проблема не в том, чтобы закон примут или не примут, проблема от этого не решится, а проблема именно в нелегальном алкоголе. И бороться с ним можно только вместе, только вот всем обществом. Ни силовые структуры, ни депутаты этот вопрос не решат. Только мы все вместе можем высказывать свою точку зрения и влиять на происходящее. Татьяна, давайте тогда бороться будем вместе. Итак, это была программа «Полярное мнение». Сразу после нас итоговый выпуск новостей сегодняшнего дня. Ну, а здесь, на этом месте, мы встретимся ровно через неделю. Тема будет не менее интересной. Так что, до свидания.